Привет всем! Сегодня будем выращивать с самого начала цыплят породы Кроссмастер Грей. Сегодня мы приобрели себе суточных цыплят порода Кроссмастер Грей. Вот я им развела первый день. Нужно развести водичку сладкую. На литр воды берется 1 столовая ложка. Это для того, чтобы им стресс делать, запустить желудок. Потом нужно антибиотик давать, чектоник и витамины. Это я вам потом расскажу подробно. Сейчас я вам расскажу, как они будут здесь жить. Вот такое помещение. Мы засыпали все опилками. Поилочка. Налила я водички сладкой. Вот они с удовольствием эту водичку пьют. Не все, а только я поставила. Мы только начинали. Для того, чтобы они начали пить, я подошла и пальцем вот так чуть-чуть показала им. И они все подошли. Один сначала подошел, потом второй. И подошло все поколение питомцев. Здесь у меня 30 цыплят. Я повесила красную лампу. Вот они. Некоторые греются, которые напились водички. И спят под этой лампой. Здесь кормушечку такую. Они еще ни разу не ели, не подходили. Вот первый цыплят. Аж мне интересно. Не получилось у него цыплят. Для начала они должны хорошо напиться водички. Это порода кросс мастер грей. В прошлом году мы брали этих цыплят. Они между собой не разводятся. Их нужно выводить искусственно. Их нужно скрещивать породу петухов с определенной породой курочек. И после скрещивания получается эта порода. Куры будут мясо-веничной породы. Крупные. До 4 килограмм у нас была курочка в прошлом году. А петушки еще крупней. Несутся. Они начинают нестить 4,5 месяца. Проверено. В прошлом году у меня начали 4,5 месяца нестить. Посмотрим, как эти будут себя вести. Вот какие они красавцы. Колосатики. Это сегодня был завоз. Этих курочек нам позвонили. И мы сразу подъехали и себе их привезли. И перевезли на новое место жительства. Теперь я должна буду дождаться, чтобы они начали кушать. Научить их опять-таки. Так как они не умеют. Сейчас будем учить. Давай, малышка. Самый смелый подошел. Наверное, сниму сначала эту штучку. Вот я сняла. И будем обучать. Давайте. Малыши мои. О этой породе курей я рассказывала в прошлом ролике. И больших курей показывала. Кто захочет, посмотрит мои ролики. И все увидит. Вот начинаем укушать. Ай, некоторые мне за пальцы хватает. Ну, цыплята шустренькие. В прошлом году мы брали, ни один не сдох. В таких же условиях они жили. Вот этот как-то заснул. Прикимаренный. У него аж какие-то глазки накрашены. Красивые цыплята. Под красной лампой, получается, она не сильно греет. Не, она греет хорошо, но ожогом не будет. И ночью мы тоже не выключаем эту лампу. На месяц я им буду давать витамины. Водичку растворять. Вот они уже начали кушать некоторые. Хотя бы три цыпленка начнут кушать. Потом все остальные тоже пойдут кушать. Я открыла сейчас кормушку. Когда они чуть-чуть научатся, что там еда. Я приду этой сеточкой и закрою. Потому что они лапочками будут все выгребать на землю. А мне это не совсем нужно. Вот такие наши цыплятки. О дальнейшем росте я буду снимать видео. Так как это крупное мясо и яичная порода курей. Первый месяц я кормлю их вот таким кормом. Без штучных стимуляторов роста. Но я сомневаюсь, конечно. Ну, это называется стартовый корм. Для курения сочек мне дали. Может перепутали. Я говорила стартовый корм. Наверное, перепутали. Но я им дала, они уже кушают. Вместе с цыплятами я купила вот целый набор. Сейчас я вам покажу, чем надо выпаривать для выпайки их. Вот мне дали целую инструкцию. Первый день мы даем сахар. Идет 1 столовая ложка на литр воды комнатной температуры. Второй и пятый день мы даем антибиотик. Вот он шприца набратый. Называется. Сейчас не могу разобрать. А, трифлон. Шприц набратый. 1 миллилитр на литр воды. Здесь хватит нам на 5 дней. Потому что она набрала сколько миллилитров? Второй и пятый день. 10 миллилитров она набрала. Лишнее нам дала. Ну ничего, она сказала, можно давать курям. Они тоже болеть не будут. Дальше. 6-й, 10-й день мы даем витамины. Байкокс. Вот. Байкокс мы даем 1-2 миллилитра на литр воды. Вот. Я этим всем пользовалась в прошлом году. Поэтому вам подробно читаю. 14-й, 18-й день. Нутрит. Нутрил, извините. Вот, порошочек такой. Нутрил тоже нужно разводить 1 чайная ложка на 10 литров воды. Если нужно меньше, то делим порошок пополам, пополам, пополам. И количество воды уменьшаем таким образом. И на 24-й, 28-й день, последний. Бровофом. Вот новый, новый препарат. 1 чайная ложечка на 3 литра воды. Вот. В конце последний день. И этой всей выпайкой мы пропаиваем 28 дней. После этого я даю им просто воду обыкновенную. А с корма тоже стартовый корм мы даем им. А потом после месячного, как им месяц исполнится, начинаем постепенно вводить свои корма и переходим на свой корм. Пшеничка молотая, кукурузка. И больше ничего не добавляем. Зеленые корма. Где-то к 2 месяцам начинаем им травочку резать. Не раньше. Потому что у них начинается расстройство желудка. И я не допускаю к этому. Стараюсь. Все время держим их под лампой. Потом лампу просто повыше поднимаем. Когда они немножко окрепнут. Первые 3 дня на таком расстоянии. Потом повыше, повыше и повыше. Спасибо за внимание. Следите за моими цыплятами. Я вам все буду рассказывать и показывать. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.